Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и говорить о том, что произошло сегодня, в четверг, 19 октября. Что касается ситуации на фронте, продолжается наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщает, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Основные атаки были в районах Новокалиного, это к северу от Авдеевки и Первомайского к югу. Количество обстрелов существенно увеличилось, из-за этого, по данным местных властей, в город не поступает гуманитарная помощь. Обстрелы продолжались всю ночь, круглосуточно мы слышим с позиции стрелковые бои, стреляют они из всего, что есть. Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении. К сожалению, вчера мы наблюдали наоборот обострение. Увеличилось количество обстрелов по территории громады, увеличилось количество ракетных ударов не только по нашей, но и по соседней Очеретинской громаде, сообщил глава ГВА Барабаш. Украинские военные телеграм-каналы сообщают, что россияне возобновили штурмовые действия со стороны Красногоровки. На видео, которое приводит паблик Дипстейт, колонна со значительным количеством бронетехники двинулась в сторону железнодорожного полотна с целью закрепиться на нем для последующего выхода на СТПВ. Ранее Петровская в СУ, как заявляется, отбили атаку. При этом Дипстейт отмечает, что размер российского резерва неизвестен, поэтому атаки здесь могут продолжаться. Продолжаются и российские атаки на Купинском направлении. В сводке Генштаба, конечно, пишут, что все они были отражены. А еще продолжает развиваться ситуация с атакой ВСУ в Херсонской области. В утренние сводки Генштаба сообщается об ударе российской авиации по селу Песчановка. Оно расположено на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе Антоновского железнодорожного моста, где россияне со вторника пишут о высадке десанта ВСУ. И вчера, кстати, о нем упомянул Путин. То есть, косвенно Генштаб подтверждает все-таки наступление ВСУ на этом участке. При этом на официальном уровне и достаточно прямо Украина это не комментировала. На карте украинского паблика Дипстейт статус этого участка на левом берегу обозначен как неизвестная, а небольшая зона в районе автомобильного Антоновского моста обозначена как освобожденная территория. То есть, это то место, где ВСУ высадились еще несколько месяцев назад. Теперь давайте поговорим о военных перспективах. Заявляется, что американцы продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты Атакмс. Ну, как минимум, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, вообще американцы будут эти ракеты передавать в большом количестве. Сейчас, по данным СМИ, Украине таких ракет передали около 20. Там цифры отличаются в зависимости от издания. И судя по этому количеству, тут варианта может быть два. Либо Вашингтон дал, так сказать, первую, знаете, пробную партию, чтобы, во-первых, посмотреть реакцию Российской Федерации, а во-вторых, посмотреть, какое влияние они окажут на ситуацию на фронте. Либо же, второй вариант, США такие ракеты экономят и, собственно говоря, поэтому тянут с их поставками. Тем не менее, ВСУ уже делают особую ставку на эти ракеты. Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сказал оккупантам, сейчас добавится очень много хлопот на ровном месте, поскольку сейчас это все требует нахождения новых мест размещения, и, конечно, это очень большая нагрузка на их логистическую систему. При этом отдельно стоит отметить, что наличие этих ракет не создаст для Украины какого-то стратегического преимущества на фронте, скорее уравняет возможности. Россияне практически ежедневно обстреливают Украину баллистическими ракетами, тоже вынуждают растягивать логистику и отводить подальше какие-то уязвимые или же важные объекты и технику. Ну и, кроме всего прочего, баллистических ракет у Российской Федерации, конечно, больше, чем то количество атакам, которые американцы передали Украине. Но, конечно, в любом случае дополнительные сложности для россиян эти ракеты, конечно, создадут. Куда более серьезные последствия могут быть у передачи Киеву самолетов F-16. Но их Украина, опять же таки по заявлению Дмитрия Кулеба, в лучшем случае получит в начале 2024 года. Ну, то есть, к лету примерно пока все это обкатают, может, и будут использовать. И как вариант в ходе, например, новых наступательных операций в ИСУ. Теперь, друзья мои, ой, ситуация в Израиле. Сегодня вслед за Байденом туда прилетел британский премьер Реши Сунак. Можно понять, что таким образом США и Британия активно поддерживают Тель-Авив. И вот буквально час назад появилась информация, что Израилю все-таки дали добро на проведение наземной операции в секторе Газа. Однако, все равно до конца непонятно, хотят ли те, кто активно поддерживает Тель-Авив, чтобы Израиль ее все-таки провел. Поскольку у этого всего крайне много рисков, которые мы с вами уже неоднократно обсуждали. Последние дни во многих странах проходят акции в поддержку Палестины. Где-то их разгоняют, как в европейских странах, в исламских государствах. Там люди собираются возле посольства Израиля или возле каких-то структур Соединенных Штатов Америки, к примеру. Вступление каких-то новых игроков и расширение конфликта Западу, конечно же, невыгодно. Это читается и по тональности западной прессы. Ну и здесь есть крайне очевидный момент. Очень сильно вырастут цены на нефть. С одной стороны, западные СМИ вроде как Израиль поддерживают, пишут о его праве на самооборону. А с другой стороны, делают акцент на неизбирательных бомбежках Израилем сектора Газа. А также пишут о том, что вторжение туда может обернуться катастрофой, в первую очередь гуманитарной. Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что военная операция Израиля против Хамаса будет непревзойденной по своей жестокости. Она будет не похожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом. Ближайшая стратегия Израиля состоит в том, чтобы разрушить инфраструктуру Газа, даже ценой больших жертв среди гражданского населения, подтолкнуть население Анклава границы с Египтом и преследовать Хамас, взорвав его лабиринты подземных тоннелей, построенных группой для проведения своих операций. Израильские чиновники на правах анонимности заявили, что у них нет четкого представления о том, как может выглядеть послевоенное будущее Газы, а США беспокоены отсутствием этого плана. Кроме того, возникает и чисто много военных вопросов, связанных с этой операцией. В сети публикуют инфографику, с какими сложностями может столкнуться армия Израиля при начале сухопутной авиации. Разрушения от авиаударов Цахал могут стать препятствием для свободного движения израильской техники. Их авиацию могут сбивать боевики, которые находятся на крышах, с ПЗРК, а танки из ручных гранатометов. Повсюду также разложены будут мины. По пехоте будут работать из укрытий снайпера и смертники. Вооруженные боевики будут появляться из ниоткуда наносить удар и скрываться в системе подземных тоннелей. В этих узких подземных тоннелях израильские солдаты не смогут спрятаться за техникой. В то время как хамасовцы хорошо знают все ходы, наверняка подготовили в них множество ловушек. То есть западные страны пока, конечно, находятся на определенной растяжке. И пытаются, по сути, доэскалировать этот конфликт. С одной стороны, где-то там ведут переговоры, а с другой стороны, демонстрируют силу, чтобы какие-то третьи страны не вмешались. Ну и, конечно, они продолжают убеждать Израиль, в том числе и через публикации в западных СМИ, чтобы те были как-то помягче, что ли, чтобы не провоцировать исламский мир. Но все-таки сигналы о том, что сукопутная операция начнется. Есть тот же премьер Израиля Бенемини Таньяху у себя в социальных сетях, опубликовал видео вместе с солдатами и сказал, что все готово, мы готовы. Так что, друзья, будем продолжать наблюдать за развитием событий, мы все анализировать, рассказывать вам, а вы смотреть, поддерживать нас лайками и своими комментариями. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Совсем скоро снова увидимся. До встречи. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok